Ребята, всем привет! Ну что же, сегодня мы с вами переходим к разбору 30-го урока учебника Enjoy English за 2-й класс. И, ребята, это последний урок перед проверочной работой. Обязательно переходите на видео с проверочной работой. А если вы не можете найти какое-то видео, то обязательно зайдите в плейлисты и найдите ваш учебник Enjoy English. В нем вы, в этом плейлисте, увидите все видео, которые вы можете посмотреть. Итак, диалог. Вы должны сказать, какую игрушку купила Алиса. Итак, ребята, в диалоге продавец говорит. Hello, hello. И продавец начинает рассказывать. I've got. У меня есть. Что у него есть? И он перечисляет. A yellow lion – желтый лев. A pink pig – розовый поросенок. An orange tiger – значит, оранжевый тигр. A green crocodile – зеленый крокодил. A red fox – красная рыжая лиса. A black dog – значит, черная собака. And a brown monkey. По крайней мере, так, ребята, в аудиозаписи. Brown monkey – коричневая обезьянка. И ответ будет коричневая обезьянка. То есть, Элис говорит. A brown monkey, please. Коричневую обезьянку, пожалуйста. И продавец отвечает. Happy new year. И Элис отвечает. Happy new year. То есть, Элис купила a brown monkey – коричневую обезьянку. И, да, ребята, и a white cat – там тоже была белая кошка. Окей, ребята. Ну что же. А мы с вами переходим ко второму заданию. Во втором задании вам нужно найти и перечислить всех артистов, которые играют в прятки. Итак, ребята, кто играет у нас в прятки? Элис, Томас, слоненок, Билли, медвежонок, Трикки, Трикки у нас, клоун, Бесс, лисичка, Мартин, Мартин, Кейт, кошка, потом Тим и Том, Тим и Том. Так, а кто-то еще у нас? И кролик Мартин. Всего десять персонажей, так сказать. Окей, ребята. А далее мы с вами перейдем к третьему заданию, в котором вы должны рассказать об одном из артистов. Итак, he is an elephant. Кто это? Это слон, да? He is an elephant. Далее. His name. Как его зовут? Его зовут Томас, да? То есть his name is Thomas. Далее. Сколько ему лет? He is Theron. Ему семь лет. Далее. К следующим предложениям переходим. He can jump. Он умеет прыгать. Но чего он не умеет? Например, he can not или can't. Опускается. He cannot play chess. Он не умеет играть в шахмат. Окей, ребята, ну что же. А мы с вами переходим к следующему четвертому заданию, в котором вы должны посоветовать однокласснику, чем можно заняться во время каникул. Ребята, а далее обязательно не забывайте переходить на следующее видео и, конечно же, выполнить домашнее задание в рабочей тетради. И, конечно же, ребята, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. В следующем году у меня уже есть на канале разобранный учебник Enjoy English за третий класс. То есть что вы должны сказать вашему однокласснику? Например, Ты можешь кататься на лыжах. Или Ты можешь играть в шахматы. Далее Ты можешь играть в теннис. Далее Ты можешь читать, да? Далее Ты можешь кататься на таньках. И последнее Ты можешь рисовать. Ребята, на этом все. Обязательно подписывайтесь. Всем счастливого. Удачи вам. Всем пока.